Паша, успокойся! Ты как с водителем Эрнста разговариваешь? Друзья, как же классно выступать, когда в зале одни белорусы. Как это одни белорусы? Ну так, ну что, никто не брал в долг. Никто не брал и не забывал про долг. Может, никто не брал в долг, чтобы отдать другой долг? Паша, а ты не боишься, что после таких шуток в Беларусь можно не возвращаться? Что за несправедливость? Одному надо после шутки в Беларусь возвращаться, а другим не надо. Парни, чтобы пройти финал, нужно давить на международность. Согласен, давайте используем козырь, что мы из другой страны. Пока он у нас есть. Прошу. В последнее время стало модно снимать ремейки, поэтому кинокомпания «Беларусьфильм» решила переснять культовый фильм «Титаник». Итак, уявите, недзина по лесу, морожита, комбайн. Джек, Женечка, Яуген, кажется, будет дождь. Чему? Ласточки низко летают. Яуген, ты у меня такие классные. У меня от тебя дрыжики по всему телу. У меня такое было только один раз, когда батька бил кабана шокером и промахнулся. Роза, Роза, Розочка, а тебе только духами неси. А хочешь ближай понюхать? Да. А почему ты немножко грязная? А это я с комбайна ляснулся. Чему? Роза, Розочка, разок. Ну не, у меня же жених. Он мне подарил это дорогое ожерелье. А это что такое? Это белорусская нефть. А почему ожерелье дорогое? Это вся нефть. Роза! Жених мой дед. Роза, вернись. Нет, мы с Яугеном уедем в Америку. И что вы там будете делать? Как что? Яуген будет служить в американскую армию. Американская армия, между прочим, одна из лучших армий у Польши. А где вы возьмете гроши? Я продам комбайн. Он стоит 30 тысяч долларов. Ого, 30 тысяч долларов. Это ж сколько, если перевести на белорусские? Это примерно где-то... Не надо это переводить на белорусские. Война, хлопцы! Война! Какая война? Это «Титаник». Это «Беларусьфильм». Война, хлопцы! Война! Ой, Роза, Розушка, ты такая классная! Ха! Побежали скорее в кабину! Яуген, ну откуда же я знала, что там занято? Эх, хороша соляра! Сливаем? Да. Яуген, Яуген, мне надо тебе кое-что сказать. Мне кажется, я беременна. С чего ты взяла? А меня изнутри нечто тычить. Может, это чужий? Да не, твой. Яуген, а как мы назовем «Малога»? Надо назвать так, каб ты любила, каб я любил, кабусе село его любила. Пивас? Да. Роза, я вернулся, и ты будешь моя. Нет, моя. Моя! Хлопцы, хлопцы, не дярытеса! Мы в колхозе, тут все общее. Главное музыкальное мероприятие в Беларуси – это Славянский базар в городе Витебске, где по традиции выступает главный белорусский исполнитель. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на 30-м юбилейном славянском базаре в Витебске! Александр Григорьевич, мы готовы начинать. Хаса, разомнусь! Газ-два-тры, газ-два-тры! Работы! Президенты! У людей разные, а у нас один... Слабовато! Начну, пожалуй, с гитары. Немецкая, брошальная. В Бундестае становится тише, не наделаешь больше чудес. До свидания, ангела Меркель, возвращайся в свой гамбургский лес. И вот так вот отпустить ее. Одно не получается. Что? Заплакать. На фестиваль не приедет Макрон. Ой, это что, это придется выступать без пюпитра? О, баян! Александр Григорьевич, вы умеете играть и на баяне? Я человек-оркестр, пора знать такие вещи. На то, что Зеленский санкции вводит, Байден кивнул и головой. Какая удача, какое везение, если хозяин с тобой... Тоже мне, тоже мне слуга народа. Какого народа надо уточнять? Таки да. О, культиватор! Синтезатор. Ну... В смысле, дорогой? О, а как эту собачку зовут, которая галкает на всех, бесит, злая такая вот, вот, Литва, вот. Моя любимая. Маленькая страна, Маленькая Литва, Совсем небольшая она на карте, А сколько от нее... Вот жалко, конечно, Литва за базаром не следит. За славянским? За своим. Не, ну и понятно им некогда, у них мигранты. Ладно, посерьезнее, вроде бы я готов, я на гастроли. А куда? В Россию, куда еще? Друзья, в КВН каждая игра может стать последней. Поэтому сейчас или никогда... Константин Львович, это наша шестая игра высшей лиги, и на всех из них вы были в жюри. И за это время вы нам только один раз поставили 4 балла. Во все остальные разы только 5. Это было на 1-й 1-й, 1-й 2020-го года в конкурсе «Музыкальный номер». Прошло почти два года, можно спросить, Константин Львович, что было не так? Давайте по сценарию быстро пройдем. Там была шутка про то, что тут у нас нефть дешевеет, а бензин дорожает. Тогда актуально была. На принципе, сейчас актуально. Вот была одна шутка. Получается... Спасибо вам и за 4, Константин Львович! Ну да. Юлий Соломонович, это наша шестая игра высшей лиги, на 4-х из них вы были в жюри. За все это время вы нам только один раз поставили 5 баллов. Юлий Соломонович, что именно вам понравилось? Скиньте потом, пожалуйста. Спасибо. Мы-то вообще все к чему. Тема игры КВН — это школа. И мы, как обычные ученики, хотим исправить свою оценку. Мы, конечно, могли бы все красиво завуалировать, надавить на эмоции. Но, если честно, мы как-то не привыкли с пацанами ныть. Скажем честно, мы хотим финал. Да-да, нет-да. Спасибо. Москва, белорусы, финале Все показали, Все рассказали, Хотим мы в декабрь. Белорусы на первом канале, Вердимся этим моментом, Свою игру сыграли. Перевелите аргументы, Кто-то там полуфигнали. Давайте подчаяем, И вот у меня за моментом Морелёвок приглашаем. Ягольф! Морелёвок приглашаем.